Итак, уважаемые товарищи, мы с вами продолжаем изучение науки логики. Вот рассмотрели мы с вами иное само по себе, пришли к выводу, что в нем есть два момента – отсутствие своего наличного бытия и соотношение с собой, равенство с собой. И поскольку иное соотносится с собой и становится тем самым утвердителем, то мы пришли к выводу, что это нечто, и тогда момент отсутствия наличного бытия – это, собственно, момент нечто. Поскольку нечто – это бытие, то тогда момент отсутствия бытия есть бытие для иного, а момент равенства с собой – это в себе бытие. Дальше мы зафиксировали, естественно, след за Гигелем, что в себе бытие сначала представляется только как противостоящее, как вне бытия для иного, существующее. Но на самом деле при ближайшем рассмотрении в себе бытие предстает как не бытие, а бытие для иного, и тем самым с ним связано, а не разведено. Ну и точно так же бытие для иного – это не ничто, не просто иное, а есть момент – нечто, противостоящее в себе бытию. То есть есть бытие для иного, мы говорим бытие для иного, самого нечто, то есть такого нечто, которое самому себе равно. Если бы не было этого момента равенства, тогда мы имели бы иное, но это уже пройденный этап. А бытие для иного есть только как непосредственное отрицание в себе бытия. И вот то, что нечто есть в себе, есть и в нем, внешним образом, потому что мы с вами видим, что эти два момента казались вождественными. Ну, как с вами понимаем, что тоже, что это с одной стороны снятие различие, а с другой стороны сохранение их тоже. Потому что если бы они не различались, тогда не было смысла говорить о тожестве. И вот поскольку мы с вами получили в нем бытие, то есть такое тоже, что в себе бытие, бытие для иного, которое снова имеет вид бытия, то определенность в нечто становится простой определенностью или определением. Это дает нам возможность перейти к рассмотрению категории, которая в следующей категории определения. Итак, значит, мы рассматриваем с вами определенность. Если мы ее рассматриваем, то она тем самым представит как качество. Поэтому мы можем говорить, что это не то первое качество, а качество, которое предстает перед нами после снятия различий между всеми бытием и бытием для иного. Так вот, качество, которое нечто есть в себе, в сущности, находясь в единстве с другим моментом этого нечета, с бытием для иного или с нем бытием, это определение. Или по-другому можем сказать, что определенность, утвердительная определенность, а в себе это же утверждение, соотносящиеся с собой, утвердительная определенность как в себе, в бытие, это определение. В Гигде есть и то, и другое определение. Вот что важно подчеркнуть, что раз мы говорим об определении, которое есть в себе, находясь в единстве с другим моментом этого нечета, с бытием для иного, то здесь определение у нас должно себя выражать и во внешнем тоже. Потому что если бы определение состояло только в том, что что не выражается, то тогда мы бы вернулись к чему-то прежнему. Мы бы тогда неправильно просто понимали с вами бы в себе бытие и тогда не учитывали переход в себя бытия, в бытие для иного. Поэтому всякое определение выражается во внешнем тоже. Если человек умный, он выражается в его внешности. Если он решительный, это в его действиях, в решительных действиях, его определении. То есть это относится к его определению. Хотя, может быть, здесь я больше говорю об определенности. Ну вот можно взять некоторое определение. Например, как бы вы определили капитализм. Ну и в классическое определение. Это в стадии товарного производства, когда рабочая сила становится товаром. Если бы сказать, что... А вот если бы сказать, что капитализм – это товарное производство. Было бы это определение капитализма? Ну, к этому еще вернемся. Ну, вот такое товарное производство, которое... Да, не связано с купли-продажей рабочей силы. Существует, имело место быть в истории. Мелкие крестьяне, работающие на рынок, мелкие буржуа. Да, они, кстати, и профитализм были. Да, поэтому если бы мы вот так ограничились бы таким рассмотрением, это было бы не точно. То есть тогда бы мы капитализм не выделили бы из общей ситуации товарного производства. Не отличили бы его от бытия для иного. Вот этих мелких товаропроизводителей, которые не эксплуатируют чужой труд. Или, точнее говоря, это для них не является определяющим признаком. Они могут эксплуатировать. Но вообще говоря, так сказать, они сами труженики. Это их определение, мелкий буржуа. То есть мелкие товаропроизводители, работающие на рынке. Что значит мелкие? Значит, не маящие регулярно рабочую силу. Тогда это не капитализм. Другое дело, если мы будем рассматривать более внимательно эволюцию мелкого буржуа, то мы увидим, что он имеет тенденцию или к превращению в пролетария большинство, или к превращению в капиталиста. То есть тогда он занимается наемом рабочей силы. Поэтому мы не можем считать утверждение, что капитализм и товарное производство – его определение. Определение устоит в том, что он о стадии товарного производства, когда и рабочая сила становится товаром. Поэтому в современном капитализме есть ли у него бы те или иного? Вот такое, которое ничего только нет в современном капитализме. Есть просто рабские отношения. Рабский труд не применяется, что ли? Ну, прямо рабы, захватывает. Что такого нет? Есть. Есть кто-то, пытается еще это сам сделать на рынок. Такие тоже есть. Ну и вот, тем не менее, противовес этому капитализм себя утверждает, как равный самому себе. И он, конечно, в этом смысле доминирует. Хорошо. Значит, мы с вами определили определение через в себе бытие. Но мы с вами говорили, что произошло снятие различия в себя бытия-бытия-зиного, а раз произошло снятие различия, значит, второй момент совсем исчез? Совсем исчез? Или он есть? Есть. Как? Как снятый, да? Значит, поэтому мы должны рассмотреть определенность нечто со стороны бытия-зиного. И вот такая определенность, взятая со стороны бытия-зиного, как бытия-зиного, это характер. Характер. Ну, это помните анекдот. Говорит, уважаемый госпожа Едир Ганди. Течер, Течер, Ганди, Течер. Сам я вижу, что Ганди. Написано Ганди. У меня тоже, вы говорите характер, а у меня написано свойство. Сам знаю, что характер, но у меня свойство, да. У меня тоже свойство. То есть, свойство, конечно, оно чем хуже характера? Характер подчеркивает внешность. Да. А вот в бытие Леонова и требуется подчеркивать внешность. А свойство это заворачивает опять на себя, причем непосредственно и сразу. Поэтому определение и свойства в этом смысле не так резко противостоят друг к другу, как определение и характер. Характер то, что для иного, как бытие для иного, а определение как себя. А свойство, оно опять на себя заворачивается. Ну, хорошо, характер. Значит, итак, характер это ведь внешнее. Бытие для иного изменчивое. Характер воздействует. Это та сторона нечета, которой подвержена изменению воздействия извне. Итак, определение это в себе. Определенность как в себе бытия, как в вердительной. Хотя противовес, да. Бытие для иного характера – это здесь нечто внешнее. Но, значит, если мы будем рассматривать определение. То, что нечто и вспоминаем, то, что нечто есть в себе, есть и в нем. А что значит в нем? Внешним образом. Поэтому само определение соединяется с бытием для иного. А определенность как бытие для иного – что у нас такое? Это характер. Поэтому, когда мы рассматриваем определение, внимательным образом, да, мы приходим к тому, что оно не извозит себя до характера. Именно потому, что оно есть в себе, как противостоящее бытие для иного. А значит, и находящееся вместе с ним. Так, это вот развязь нас удивляет, что определение переходит в характер. Твердый человек, у него твердый характер. Так это его собственное? Он в этом равен себе или не равен себе? Твердый характер. Можем предположить, что это его собственное определение? Быть твердым. Значит, во всех обстоятельствах проводить свою линию. Придерживаться своих убеждений. Если вот так понимать твердость характера. Или он там тряпка и так далее, а мы только вот видим, что он так… Так это же… Это и нормально. То есть, может быть, нас немножко настораживает, что, так сказать, не изводит себя до характера определения. Такое. Понижает, да? Как бы понижает. Но я думаю, что здесь понижает в том смысле, что приближает к бытию иного, к внешности. А в самом психике ничего негативного нет. Демонстрации того, что есть себе в своем характере. Ты умный, но так покажи себя умным человеком. Это должно быть в твоем характере тогда. То есть, внешним образом. Внешним образом. Я пытаюсь избежать слово «прояви себя как». Потому что это уже сущность явления немножко из другой сферы. То есть, определение проявляется в характере. Нет возражений и так трактовать? Абсолютно нет. Нет. И поэтому давайте не грустить по поводу того, что определение понижается до характера. Не заводится до характера. Это замечательно вообще-то. Это замечательно. Но не надо грустить, потому что и с другой стороны что. А если мы будем характер рассматривать сам по себе? Мы когда давали определение, определение, мы уже упоминали, что оно должно проявить себя в огне? Конечно. Конечно. И вот это сейчас, собственно, и положено. Совершенно верно. Теперь характер рассматриваем. Значит, характер, как мы помним, это характер рассматривать сам по себе. Это определенность, как бытие для иного. Итак, определенность, взятая как бытие для иного, то есть сама по себе, есть иное по отношению к самой себе. Так это что, определение? Это опять момент равенства с собой. Так тем самым характер переходит в определение. И это нас сразу удивляет. То есть мы воздействуем на взрыв человека. Вот вещи тут есть родители, они меня поймут. Говорят, делай то, делай то. И он вроде... Что значит делает то? То есть воздействуем на характер. Вроде бы... Значит, он, видимо, делает не то. Потому что если бы он делал то, что ты, папа, в открытой двери сломишься? Я вроде так все и делал. Нет, мы его поправляем, поправляем. Потому что он не то делает. Давай действуем на его внешнюю. И чем-то заканчивается. Думаю, в итоге. Ну, если мы хороший воспитатель, конечно, если мы говорим, делай то, делай то, и дух противоречия, и там вот такой же возникает. Это, конечно, мы так вот направляем, всячески деликатно, там, всякие... То-то и делает, получается. Он то-то делает. И это становится его собственным определением. Батюшки, смотри, он то и делает. Смотри-ка, ты уже так радуешься. Глядишь сразу за себя. Ох ты! Плоды. Площает не делать. Ну, а если... Тут одно из двух. Или вы педагог очень такой. Такой. Посредственный. Посредственный. Вы не говорите одно, а делаете другое, и поэтому воздействие на характер. Это не только словами, а собственным примером. Значит, вы делаете другое. Ребенок чувствует вот в фальшивой зоне, говорит, так вот, эта сторона воздействует ваша. Тогда, видимо... Ну, или вот так вот. Ну, как это, не мать, не отца, а в проезжую молодца. Чуть-чуть откуда такое? Непонятно. Вроде мы все так делали. Но тоже бывает. Какое-то внешнее воздействие. Очевидно было. Помимо вас. И, ну, надо сказать, что нам сейчас воспитывать очень сложно. Детей-то. Потому что мы вот делаем, говорим, говорим, а он воткнул, и там весь мир, причем мир, вот, в том числе и свалка. Вся мировая, она тоже там. И что-нибудь оказывает доминирующее воздействие, ой-ой, непонятно. Поэтому мы-то с вами воздействуем, а на него, может, если на него воздействует улица. Ну, так поэтому и. Что значит улица? Ведь улица могла по-разному воздействию, да, а не пионерский отряд пошел на улицу, значит, Тимурский отряд помогать. Мы, к сожалению, вкладываем сейчас другой смысл улицы. Вот все негативное, что там может быть, оно на него воздействует. Ну, воздействует, конечно. Это становится в определении. То есть процесс воспитания, это и есть воздействие на характер. А как по-другому-то? Которые переходят в определение. Ну, и когда он утвердился, да, тогда уже он становится воспитателем, хотя, наверное, никогда нельзя остановиться на этом вопросе, потому что даже человек уже утвердившийся, тем не менее, через характер получает воздействие. Всякое воздействие. А что, взяточники изначально он родился, на нем это? Несите его, он взяточник. Да нет же. Сын у меня был взятый. Да, вот мы и так воспитываем, как это взять? Никто же так не делает, наверное. Не знаю, что так, пока не представлю. Представление такое уж. А, вдруг откуда же это берется. Да, теперь родился. Ну, сколько таких. Вот так же был термин перерожденец или бытовое разложение. То есть, был вниз, там, кровь приливал, бескорыстный, все, и потом, бац, ему это понравилось, это, это вот, Маяковский боролся с перерождением. Значит, мещанин, быт, погрузился. То есть, это тоже. А здесь сейчас характер. Становит собственным определением. То есть, это тоже штук очень противящего получается. Так вот, переход бытия, простите, свойства, характерного определения, определения. В характер есть изменение, нечто. И нечто есть только как изменяющееся. Вот теперь мы увидели нечто, когда посмотрели поближе. Оно изменяющееся. там-то было спокойное. Ну, то есть нечто, то есть там иное. А в нем самом все это теперь бытье для иного, которое его определяет. И его определение с этим бытьем для иного соотносится внешним образом. То есть, вот, мы получили с вами изменяющееся нечто. Мы с вами понимаем, что нечто может быть только таким. Постоянно изменяющимся. Ну, в своей истине, да, то первое представление, еще было очень поверхностное такое. При ближайшем рассмотрении мы увидели, что нечто есть изменяющееся. Ну, если брать некоторые определения, тоже, скажем, в соотношении с, вот, то, что, к этим определениям в себе, как соотносящиеся с иным, негативно, отрицательным образом, ну, скажем, определение социализма, может, конечно, дать, там, бесклассовый строй, его первой фазе, или несколько определений социализма, есть уничтожение классов. Это прям подчеркивается, что в себе, как отрицательно соотносящиеся с иным, как уничтожение класса, такое определение исключительно детективное. то есть, не мертвое такое, что вот, классы, это ли точно быть елееном, социализм, потому что социализм, это первая фаза, я подчеркиваю, бесклассового общества, а тут классовое различие, да, это быть елееном, ну, так тогда, вот, как может быть равным словам у себя, только отрицательно соотносять с этим неравенством, только уничтожая классы. Ну, не беспокойтесь, а классы, дальше, если мы берем это, что, наличие классов, это же характер, социализм, как, имеющий классовое различие, это вот характер, внешнее, противоречие, поэтому не беспокойтесь, классы тоже начинают переходить, характер определения и начинают трансформироваться в определение. То есть, движение, прирастание бесклассового общества в классу тоже присутствует в социализме. То есть, мы его так понимаем. В социализме есть уничтожение классов, то есть, отрицание классов, а классовое различие отрицательно не соотносятся социализмом. Что, как соотносятся? Кто сознательно, кто бессознательно? Мелко-буржуазные стихии «нам вырвать, а там трава не расти». Никаких политических программ не надо. Просто вырвать и все. А когда каждый вырвет, так он и рухнет социализм. Каждому человеку, наверное, сводится на стремлении к частному, на стремлении к общему. Да, это противоречие каждому человеку, совершенно верно. Каждому человеку. Как один мой знакомый сказал, мне без разницы, кто придет. Красные придут, белые придут. Лишь бы работать давали. Ну, работать давали, но так и говорили. Так это, поймите, время ваш упасть. Мы обыватели, нас обувайте вы. И мы уже за вашу власть. Вот это как раз нам безразлично. На самом деле, это не безразлично. Вот это так люди бравировали тем, когда, так сказать, еще социализм до конца не пришел. И тогда они могли пойти в партком, сказать, да я рабочий, а вы мне что путевку не даете? Да мне там, и вы мне зарплату туда-сюда. Ну, сейчас хорошо, вот ты мой безразлично. Вот там, значит, приходящий был социализм, вот сейчас уже утвердившийся капитализм. Ну, и чего, как? Насчет путевок. Входите куда-нибудь, а пожаловаться кому? Ну, еще только жене. Путин можно написать. Он, наверное, что, и у тебя есть. Нет, Путин не ответит. Потому что письмо не ответит, ответ администрации, которые перешлет это туда, а это перешлет сюда. Ну, наверное, насчет помощи. И вас пригласят к руководству и скажут, что же это такое? Давайте, если так поставили вопрос, я чувствую, мы с вами не сработались. Ну, кто-то должен уйти, кто же? Как вы думаете? Должен остаться один. Должен остаться один. Поэтому все это безразличие, конечно, и бывать-то не будут. Мы за вашу власть. Это иллюзия мелкобуржуазная, что можно сидеть на двух стульях. Мелкобуржуазия, конечно, колоссальным образом выигрывает от того, что, скажем, от установления, скажем, пролетарской диктатуры. Ну, у нас же мелкобуржуазия выиграла. Землю-то дали. Там по льготным ценам, семена, то-се, так сказать, и власть-то, и уже порой-то их перестали. Почему они так ворвались белыми? Поэтому, конечно, лучше бы сюда. Даже если это мелкобуржуазия, то до этого у нас немножко поразбираться в теории. А они еще не разбираются в теории. Поэтому они говорят, что она все равно. Жизнь учит, конечно, за другой выгод, что она учит и не только этого буржуазия. Вернее, вот такая школа, которая много чего теряется и погибает. Временной отрезок маленький. Если бы жили 300 лет, можно было понять, что лучше, что хуже, как чего. Нет, в поколении каждый приходит. В этом поколении все понятно. Да, ладно, а новое поколение, второе поколение, третье, оно уже не может сравнивать с тем. Оно учится по этому опыту, и тогда, конечно, начинается вопль. В этом смысле учиться можно у жизни, да, это само собой. Но у политических представителей классов учеба должна быть не только по опыту, но и по теории. Потому что теория – это осмысленный, закрепленный и просветленный опыт всей предшествующей борьбы. Масса учится не по книгам, но поэтому они очень часто попадают в такое положение. А вот в рождении по книгам, если учится, это караул. Ну, тогда это противоречит определению вождя. А проблемы есть. Надо слиться с массой, говорит Ленин. Не отрываться. Да, сливаясь-то с не только, а масса – это значит не очень просветленная. Но это следствие для того, чтобы свет нести, процесс, проявлять свое определение в характере. Ну, вот свет понесете, а там будет тьма на вас давить. Так вы должны утверждать себя в качестве вождя. То есть еще больше учиться, искать дополнительные аргументы, подходы, поднимать своих, чтобы было более понятным. А не только все время выпускаться. Если вы все время пускаетесь, так не забудьте, что там, не так опустите, что забыли про теорию. Так что завершая наши занятия, я хочу отметить, что мы с вами подошли к очень важному понятию, изменяющемуся нечто. И, опять, содержательному. Если мы правильно понимаем изменяющиеся нечто, мы очень правильно можем тогда и многое понять, опираясь на это. И в нашей жизни. Что, конечно, нам важно. Учитывая, что мы с вами изучаем не для того, чтобы оставаться в сфере философии. Мы с вами профессиональны. И это не наша профессия. И вообще роль философии не в том, чтобы замыкаться в самой себе, а чтобы служить основой для преобразования мира. Позитивного укровения. Спасибо вам. Пойдем дальше в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok